праведниками потом пророками следующая у нас будет какая-то книга есть есть кстати такая книга как дойти до ступени пророчества называется месилати шрим путь прямых дословно на переводится и там высшая ступень до которой можно дойти это пророчество но это очень сложно это очень сложно но нам-то чем еще заниматься время есть время есть слава богу силы есть значит вначале сейчас станем праведниками а потом пророками с божьей помощью и так значит сегодня сейчас мы изучаем даже всем шалом сейчас мы изучаем качество которое называется любовь и мы сказал нам автор этой книги что есть 7 видов любви которые которые в принципе могут очень чеку повредить и сейчас мы изучаем как эти семь видов любви значит правильно использовать для того чтобы не повредить себе а для того чтобы эта любовь приносила пользу да кто только присоединился как раз краткое содержание вы знаете и так значит мы сейчас мы находились в таком месте как с людьми общаться да как с людьми общаться то здесь очень много таких практических практических советов прям можно каждый из них записывать это секрет хороших отношений с людьми то есть у человека который любит чтобы у него были хорошие отношения с окружением да то он не должен полностью как бы растворяться в них да здесь именно как мама слава богу вернулась домой уже уже слава богу прям чудеса спасибо всевышнему все хорошо значит баруха шэм слава богу вот теперь по отношениям с людьми какие нам дают советы автор этой книги то есть это советы торы как строить отношения с людьми пусть всегда желает чтобы другой получил выгоду от него но сам не старается получить выгоду от другого это как раз пример того чтобы действовать да как ну я кстати всегда так делал вот я например приходил в продавать свои корпоративные тренинги я спрашиваю там директора и чар директора или владельца компания я говорю вот скажите какой результат вы хотите получить какой вы хотите получить результат как вы это видите что для вас будет лучшим результатом то есть я узнавал именно что они хотят и потом помогал им это получить и получал за это деньги но в первую очередь я хотел принести пользу другому и это лучшее лучшее построение отношения с людьми люди это очень чувствуют или ты действительно хочешь ему принести пользу или нет и в продажах и в отношениях везде везде это очень такая правильная стратегия следующий момент пусть со всеми разговаривает тихо значит тора советует нам разговаривать тихо почему я сегодня как раз посылал вот отрывок из 15 главы мишлей притчи царя сломона и там есть 15 главе 1 отрывок он такой что мягкий ответ успокаивает гнев внутри а резкое слово возбуждает ярость значит у человека может быть внутри какое-то раздражение да и может у окружающих людей тоже быть раздражение громкий голос он может быть триггером на выраженный гнев то есть когда человек кричит да у него как мы все как совать и павлова где-то в чем-то и значит у нас есть условные рефлексы это рефлексы которые были заложены в течение жизни и очень многих людей на крик есть однозначная реакция бей беди забри и когда чья кричит на кого-то говорит громко он рассчитывает что второй забрёт или убежит может же оказаться наоборот он же может и набей включиться да поэтому поэтому советует нам тора это конкретно вот советы как быть по как ведут себя люди которые называются праведники и мы стараемся так научиться они разговаривают тихо спокойно почему потому что мягкий ответ успокаивает гнев внутри и сам человек который говорит мягко он успокаивается и у окружающих людей он тоже их успокаивает все поэтому говорим спокойно хорошо дальше следующий совет его такой что если кто-то вас там астромил да то по словах переводе используется ну кто-то сделал какой-то как-то там поставил неудобное положение скажем так да то не надо также поступать в отместку если кто-то вас обманул не надо обманывать него значит здесь принцип торы такой когда-то спрашивали ровыцкая козильбера насчет поговорок насчет того насколько однородная мудрость соответствует мудрости торы он говорит иногда полностью соответствует и приводил как пример поговорку с тем поведешься от того и наберешься . с кем бы он не общался он от него впитывает какие-то какие-то качества модели поведения то есть в любом случае мы все влияем друг на друга это без исключения он говорит это полностью соответствует мудрости торы но вторая есть поговорка с волками жить поволчевыть она вообще нет рай не тараническая она не соответствует мудрости торы почему ты не должен становиться волком вот здесь написано какой-то человек тебя позорит он плохой человек вот так нельзя поступать но если ты поступишь также ты тоже станешь плохим человеком то есть ты вроде бы как ему отомстил стал с ним на одну ступень но это не это не та ступень на которую надо с ним становиться то есть лучше атака таких людей отойти и ждать пока кто-то другой такой же как он ему ответит а он обязательно ответит кто-то вас обманул не надо его обманывать здесь есть яркий пример яркий есть пример когда в талмуде рассказывается история когда был один великий мудрец и у него вдруг испортилась кислая 400 бочек вина и он был мудрец поэтому он сказал мудрецам значит когда они собрались все и сейчас как же было дело там еще не собрались у тебя не помню или они ему сказали чтобы проверить свои дела да наверное они ему сказали все те не помню кто первый сказал или он сам это подумал в общем мало они ему сказали проверь свои дела что-то просто так 400 бочек вина не может протиснуть он проверил говорит я уверен что ничего плохого не делал они ему говорят а ты думаешь что всевышний просто так делает неприятности без причины то есть ты как бы всевышнего подозреваешь он говорит ну я проверил я не не знаю где ошибся скажите мне если вы знаете то я хочу вас выслушать они говорят ты забрал у своего арендатора который у тебя поле арендовал забрал у него там какие-то ну какая-то часть урожая там виноградная лоза он им говорит так вы не понимаете он у меня в прошлом году украл и я сейчас возместил себе ущерб они ему говорят у вора украл вором стал то есть то что он у тебя украл это вопрос суда вопрос надо идти в суд надо там выяснять и суд постановляет у него может быть даже забрать какое-то имущество но ты же без суда пошел к нему и забрал у него нет свое то что он у тебя украл одно дело когда он у тебя украл книгу ты пошел и забрал у него обратно книгу свою другое дело он у тебя украл книгу а ты пошел у него украл машину машина же не книга то есть это ты у него украл машину и это преступление он у тебя украл книгу это тоже преступление но если он преступник это же не значит тебя никак не оправдывает что ты тоже станешь преступником поэтому здесь он нам дает совет что Но праведники, если кто-то поступил с ними плохо, обманул, то он может законными путями добиваться справедливости, но он не может стать таким же преступником и сам лично обманывать. Дальше написан совет такой, что человек, который хочет быть в хороших с другими людьми, пускай он занимается общественными, это же древняя книга, ей около 500 лет, пусть несет на своей шее ярмо службы обществу. Ярмо, раньше все понимали, что такое ярмо. Ярмо это когда плуг был или тележка такая, и в ярмо, вот в это вот такая штука, заходил бык или ослик и тянул эту тележку. Так вот, общественная работа это нужно быть, это как ярмо, но ими надо заниматься. И да, не затруднит общество своими заботами, но наоборот не надо сесть на шею общества. Теперь дальше. Не надо ссориться с людьми, и пусть принимает всех с радостью и приветливой улыбкой, ибо приветливая улыбка усилит любовь. Вот. Нужно тихо разговаривать, улыбаться, заниматься, помогать другим людям. Мы сейчас говорим о том, как быть праведником. Значит, праведник, он идет по своему маршруту, он не эгоист, и вся его награда в его жизни, она от Всевышнего. Поэтому мы сейчас изучаем, как стать праведником. Дальше. Пусть обсуждает с ближним его пользу и утешит каждого в печали и тревоге. Значит, это тоже свойство праведника, утешать, помогать, обсуждать с ближним его пользу. И если кто-то открывает ему свою тайну, пусть скрывает ее, даже если тот рассердит его. И пусть не говорит о ком-либо плохо и не слушает, как говорят плохо о ком-либо. Вот здесь очень часто такое бывает, я даже за собой замечал, в конфликте ты можешь, ты хочешь прямо в конфликте, даже с близкими людьми, как-то сильнее, вот, если тебя обидели, автоматически получается, ты сам хочешь обидеть. И он говорит, нет, так нельзя поступать. То есть, так нельзя поступать, потому что иногда бывает, причина конфликта потом забывается, но те обиды, которые были дополнительно рассказаны, тайны, которые были сказаны, там, кто-то с тобой чем-то делился, это, конечно, потом очень-очень тяжело. То слово не воробей, как говорится, вылетит, не поймаешь. Это тоже народная мудрость, которая соответствует мудрости Торы, что слово, которое у человека выходит уже изо рта, оно, его обратно не засунешь. Другое дело, что царь Самоном давал совет, что если кто-то проклинает тебя, не обращая внимания, сам ты в гневе тоже кого-то там проклинал, даже дорогих и близких тебе людей, поэтому не так, не относись слишком серьезно к этим словам, бывает люди зацикливаются. А к благословениям нужно серьезно относиться, поэтому Дамир, благословляющий, будет благословлен, и тоже нас учит Тора, Талмуд нас учит, что пусть не будет благословения любого человека легким в твоих глазах. У каждого есть связь со Всевышним, и когда человек вас благословляет, это дает очень такую силу на небе, как создает ангела на небе, который, может быть, это будет последний замыкающий ангел, в цепочке ангелов, которые выстраивают для вас какое-то очень хорошее событие, а проклятие, наоборот, оно может разрушить, уже там что-то должно было идти хорошо, потом бах, что-то разрушилось, и что? Оказывается, кто-то, вы кого-то обидели, он вас проклял, и так и далее, то есть, оно тоже все работает. Так, хорошо, и пускай, нельзя слушать, когда о ком-то говорят плохо, нельзя говорить ни о ком плохо. Значит, здесь очень это просто, понятно, работает, значит, вся злость и вообще злословие, оно же, это само по названию, да, злословие. То есть, когда человек слушает злословие про кого-то, то он как будто бы его мажет грязью, да, мажет его грязью. Эта грязь потом из мозга, она не выходит. Если отравленная еда, человек какую-то ядовитую еду, он там съел, вырвал, все, или там она ушла из организма, то информация, она не выходит. То есть, в мозг то, что вошло, это яд. Поэтому злословие нельзя ни говорить, ни слушать, это очень вредно, то есть, впускать в свой мозг зло. Я сейчас вспоминаю, в Ютьюбе там, сейчас же были праздники в Израиле, да, и там есть такой девятый канал в Израиле телевидения, и там один ведущий, он говорит, а сейчас он спросит у обозревателя, ну, типа, сейчас и ведущий из студии говорит обозревателю, ну, что, расскажите, насколько все плохо. А тот говорит, а что все плохо, все-то нормально, я бы не сказал, что все плохо. Но этот ведущий, он как бы по умолчанию, он уже как бы вопрос так задает, ну, что, с таким лицом скорбным, расскажите, насколько все плохо. Тот говорит, да, вообще все неплохо. Вот, есть такие люди, которые, они привыкли вырабатывать злословие внутри себя, и они себя уже полностью отравили внутри. И они этим злословием, они как бы пачкают вокруг умы других людей, рассказывая плохо, сплетнить и там, и так далее. Это нельзя ни говорить, ни слушать. А что делать, он говорит, наоборот, пусть всегда старается, где это возможно, найти добрую заслугу ближнего. Насколько вот молодцы все друзья в Эйкры, все, кто приходят на уроки, я считаю, что это самые великие, умные люди, чистые души. Всевышний прямо вас привел, чтобы вы стали праведниками, это насколько Всевышний вас любит. То есть, нужно стараться находить в каждом вот эту позитивную сторону и ему об этом говорить. И когда вы говорите об этом другому человеку, он поворачивается. Мы все многоградные, я думаю, что каждый из нас знает все свои грани. Есть грани, которые такие, со знаком минус, а есть грани со знаком плюс у любого человека. И когда вы сами смотрите и ищете в человеке хорошее, то он к вам поворачивается своей хорошей гранью. Ищете плохое, он повернется плохой. Тут как бы это несложно. Праведники ищут во всем хорошее, и они стараются найти добрую заслугу ближнего. И в этом, пишет автор книги, пусть старается больше всего и будет тогда любим всеми. То есть, все возвращается мера за меру. Когда ты ищешь в другом добро, и ты видишь его лучшие стороны, и ты говоришь об этом, он пишет, это самое главное, да? То тогда в ответ он будет любим всеми. Таких людей все любят. А когда человек, например, ну вот если даже приходит кто-то сюда к нам на урок, да? Вот в Ютьюбе, например, человек забрел случайно. И пишет гадость какую-то. Оп, его сразу заблокировали. А человек говорит, о, спасибо вам за урок, спасибо вам огромное, что вы пришли, что Бог вам дал здоровье, счастье и благополучие. Мера за меру. Все то, что ты выдаешь в мир, то ты получаешь. Дальше пишет он, и пусть уважает каждого словом и делом, и не возгордится не перед тем, но наоборот покорится перед всеми. И намерения всех его дел, да будут они во имя Всевышнего. Вот здесь вот этот вот подход, он очень интересный такой подход, он необычный. То есть когда мы воспринимаем людей просто как вот, ну случайно там люди какие-то, то мы своим отношением, мы как бы формируем вот это вот свое поле. Но если наоборот человек думает, все от Всевышнего, и Всевышний мне в каждом человеке, он посылает какой-то урок. Это мы учили в Пертьевод, значит, мы учили в Пертьевод, там есть такая мишна, что кто хахам, кто мудрец, тот, кто учится у каждого человека. Как говорил царь Давид, царь Давид в псалмах, он говорил так. Миколь меланда искалки, от каждого, кто обучал меня, я умудрился. Ки эдутеха сихали, потому что твое свидетельство Всевышнего говорило со мной через человека. То есть если он изначально, он знал, что у него внутренний контакт со Всевышним, и он говорит, я знаю, что ты со мной разговариваешь напрямую через каждого человека, и я слышу, я слышу, я готов принять сигнал. Тут ему оп, один подходит, что-то сказал, второй подходит, что-то сказал, третий подходит, что-то сказал. И он, оп, у него пазлы закрылись, он понял какое-то там послание очень важное. Но здесь самое главное, вот здесь вот эта ключевая фраза, что во всех отношениях с людьми должно быть намерение во имя Всевышнего. То есть намерение всех его дел, пусть они будут во имя Всевышнего. Дальше идут советы, значит, сказал мудрец сыну своему. Если захочешь подружиться с кем-то, подружись с мудрецом. Как написано в притчах царя Соломона, кто ходит с мудрыми, тот станет мудрым. С тем поведешься, от того и наберешься. Кто ходит с мудрыми, станет мудрым. И еще там же в притчах, в 9 главе 9 отрывок, легко запомнить, написано, обучаем мудрого, и он станет еще мудрее. И это очень хорошо, то есть, если ты, дальше он советует, дружи с любым человеком, от которого сможешь научиться тому, что приведет тебя к служению Создателю. Очень правильный такой интересный совет, что пусть будет твой дом домом собрания мудрецов и так далее. То есть, то качество, которое ты хочешь себе развивать, это качество нужно его искать в других людях и с ними больше общаться, то есть, впитывать от них. Теперь, откуда взять это качество? Есть очень хороший совет, значит, ну, в перте вот написано, что пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. Но не всегда ты можешь собрать у себя в доме мудрецов. Ты живешь где-то далеко, мудрецы к тебе не приедут. Но что? Один из комментаторов говорит, смотри, когда ты изучаешь какую-то книгу, ты общаешься с автором. То есть, это конкретное интеллектуальное общение. Ты берешь, он тебе дает совет, ты взял совет, ты подумал, ты можешь ему как-то ответить. Да, спасибо. То есть, уже пошел разговор. Дальше ты берешь и думаешь, так, вот он мне это посоветовал. А как я могу это применить? А вот у меня вот такой вопрос возник. Интересно, может быть, он дальше ответит на этот вопрос. То есть, когда ты изучаешь какую-то книгу, то получается, ты общаешься с автором книги. И если ты это делаешь действительно осознанно, с намерением глубоко, то это общение, безусловно, влияет на тебя и меняет твое мышление. Значит, дальше он пишет, как вообще, в принципе, выбирать друзей. Приобрети себе такого друга, который упрекнет тебя, если ты делаешь что-то неподобающее. Такого, кто научит тебя делать добро. И не говори, что не можешь больше выносить его у коризм и порицание. Помогающего тебе телом имущества, такого приобретай и не меняй. Это твой верный друг. Но избегая друга льстеца, скрывающего твою ошибку и твою оплощенность, значит, и смотри, если твой друг возьмет у тебя, что ему нужно, и нанесет тебе большой ущерб ради своей небольшой выгоды, поторопись, отойди от него. То есть, здесь вот есть несколько критериев, каким должен быть друг. То есть, друг должен быть с тобой честным, он должен хотеть твоего роста и развития. Он может сделать тебе замечание, если он уверен, что ты неправ, и ты себе вредишь. И тоже наблюдая, вот есть такие друзья, которые только, они только берут у тебя, берут, берут, берут. И в итоге, но когда тебе что-то нужно, их нет. И вот он говорит, это не друзья. Это не друзья. То есть, смотри, что друг, это действительно, который вкладывает в тебя твое время, силы. Это называется друг. И он пишет так, не примыкая к злодею ни в каком случае. То есть, не завидуй насильнику, не избирай ни одного из его путей. То есть, насильнике, злодея, даже, он пишет, если это какое-то хорошее дело, все равно с ним не общайся. Это мы как раз тоже знаем из Пертья Вод, что... Знаете, есть такая притча, это не еврейская притча, но и в Талмуде, по-моему, она тоже есть. Когда змея или скорпион просили черепаху или в другой вариации лягушку перевезти на другой берег реки. И лягушка эта, она говорит скорпиону, ну, как я тебя повезу, ты скорпион, ты меня убьешь. Он говорит, ну, что я, я же скорпиона не идиот, я же утону, если мы вдвоем, если я на тебя плыву. Лягушка согласилась. Вот они плывут через реку, и в какой-то момент скорпион ее жалит. И лягушка ее парализует, она ему говорит, как, мы же сейчас утонем. Он говорит, ну, извини, я скорпион, ничего не смог с собой сделать, но так получилось. То есть злодей, если он ярко выраженный злодей, то в какой-то момент, даже если он к тебе хорошо относится, даже если он прямо вот, я вспоминаю случай. У меня был один, когда я только начинал соблюдать заповеди, у меня был один приятель, назовем это приятель, да, с которым мы как раз познакомились. Он тоже только начал соблюдать тогда, и он был, он был в тюрьме, он такой из уголовного мира. И он в тюрьме, значит, ему грозил очень большой срок, и он прям там молился, он говорит, я так молился вообще, я Богу сказал, если сейчас меня выпустят сюда, да, то есть меня не посадят, то я уже буду соблюдать. И вот он, значит, его выпустили. И он начал соблюдать, начал учить Тору, и что интересно, он до сих пор учится, он религиозный такой, по-настоящему. И вот у него, я помню, я тогда тоже начал учиться, и мы как-то с ним подружились. Я помню, он меня привел в свою там компанию, в которой, ну, его предыдущая компания, и там были такие преступники, именно там уголовный мир, такой цвет уголовного мира, такой прямо, ну, авторитетный очень уголовный мир, он был в этом, в окружении. И там был один его родственник даже. Его был родственник, который был там вообще, ну, из самых главных. И потом прошло много лет, он религиозный, и мы с ним встретились, и я его спрашивал, как у тебя дела, как этот родственник твой? А он говорит, ты знаешь, он меня так подставил, то есть он просто, ну, мы с ним не общаемся, но он меня просто там чуть не уничтожил, ну, была прямо у них какая-то очень большая, большой конфликт. И я говорю, а как? Ну, все это не торжество родственник. Он говорит, ну, слушай, родственник не родственник, но это человек, который, он преступник. Ну, то есть он так не объяснил, но как бы смысл был в том, что это его жизнь, его правила, его жизнь такая. В общем, вот так вот он с ним разошелся, с этим человеком, тот его сильно подставил, по его словам. Но он сам соблюдающий, но мы с ним тоже приятели, но не такие близкие друзья, видимся там раз в несколько лет. Вот, здесь он нам пишет, что нужно за этим очень сильно следить, и если человек, он злодей, и даже пишет, как проверить человека. Он нам дает тест такой, значит, дает нам тест такой. Сказали мудрецы, если захочешь сблизиться с человеком, рассерди его. Рассерди его, и посмотри, как он ведет себя в гневе. Это тест, чтобы посмотреть на человека. Кстати, этот же тест говорится о том, как выбирать жениха. Апатория, значит, если вы хотите проверить жениха, говорится, в Талмуде, то нужно его проверить три... Значит, его проверяют кос, каас и кис. Это похожие слова, которые прямо, видите, кос. Кос – это стакан, значит, напои его. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Это кос. Значит, хотите проверить какого-то человека, там, жениха или друга и так далее, надо с ним крепко выпить и понаблюдать. Прям конкретно тоже пейте, но записывайте там, что он будет делать, чтобы потом посмотреть. Второе – каас. Каас – это гнев. Значит, рассердите его, посмотрите, если вы собираетесь там за кого-то выйти замуж, то рассердите его, посмотрите. Или вы хотите на ком-то жениться, тоже ее рассердите, посмотрите, как она в гневе будет вести. Иногда есть очень неожиданные, потом появляются, знаете, как человек, когда встречается, конфетно-будетный период, они друг на друга сильно не гневаются, не за что. А потом, когда они уже поженились, в какой-то момент включаются гневы, может оказаться очень неожиданные проявления гнева. Дальше. И третье – ка – это кис, карман. То есть, как человек относится к деньгам, как он тратит деньги. Потому что здесь тоже у людей есть очень разные подходы, и есть люди, для которых жажда наживы, деньги, они заслоняют абсолютно все, и это для них становится как бы главной движущей силой. Посмотрите, как человек тратит деньги, и тогда можно понять суть этого человека. Все, значит, мы на сегодня пока останавливаемся. У нас дальше осталось, здесь говорится про любовь к людям. Второе, значит, дальше у нас осталось, любовь будет к почестям, к долголетию. Любовь к долголетию, потом любовь к почестям. И в конце мы перейдем к тому, что самое главное – это что? Дальше будет любовь к наслаждениям. И после этого у нас будет, после любви к наслаждениям, у нас будет любовь к Всевышнему. Все, это будет уже до конца главы, что это самое главное. Мы выясним, что такое любовь к Всевышнему. То есть, итог, что все остальные любви, кроме любви к Всевышнему, там надо быть осторожным. И есть плохое проявление этой любви, а есть хорошее. И глобально все хорошее во всех остальных направлениях, там, любовь к женщинам, к людям и так далее, связано с твоим намерением. То есть, если у тебя все-таки на первом месте любовь ко Всевышнему, и ты хочешь всю свою жизнь выстроить именно в этом направлении, тогда Всевышний выпрямит все твои дорожки, как говорится в притчах, на всех своих путях, познавая Бога, и Он выпрямит все твои дорожки. А дальше у нас будет именно любовь к Богу в конце, и мы узнаем про качество любовь. Все, это самая большая глава, потому что любовь – это самое главное в жизни, если уметь ей пользоваться. Все. Значит, Дамир, книга сейчас в редакции, в редакции на уже последних этапах подготовки к изданию. Значит, можно помочь стать партнером в ее распространении, в рекламе, и написать на первой странице, что эта книга – заслуга от того, что люди будут ее изучать. То есть, можно стать одним из партнеров в ее издании. Это нужно обратиться к Якову Шатадину. Яков Шатадин расскажет, как это сделать. Можно посвятить книгу своим ушедшим родственникам, можно посвятить свое участие в книге своему успеху в любой сфере. То есть, можно это вот… Очень сейчас, сегодня яркий был пример. Например, одна девушка сегодня перевела на Вайкру деньги именно на помощь невестам. Она попросила передать какую-то сумму. Есть девушки, у которых нет родителей, например, или родителей у них нет возможностей. И они строят семьи, им надо помогать. Сделать свадьбу, купить платье, обустроить жизнь. И тот, кто хочет в этой сфере свою жизнь улучшать, он помогает вот этим невестам. Особенно, если сирота невеста – это самое лучшее. Тогда то, где ты помогаешь, Всевышний тебе помогает. Коэлит-экклезиаст – это мудрость жизни. То есть, у нас все, кто помогает Вайкра, если вы становитесь партнером или спонсором Вайкра, то вы можете от Всевышнего ожидать инсайты, просветления. То есть, Всевышний вам откроет все, что вам надо узнать. Вы просто даете запрос Всевышнему, и он вам открывается в божественный свет. Мы просветительская организация, мы обучаем. И тот, кто нам помогает, чтобы больше людей узнали о Боге, узнали, что такое истина, правда, правильный путь, то Всевышний, та мера, которую ты меряешь, ты помогаешь другим, Всевышний помогает тебе. Поэтому больше всего тот, кто помогает в Коэлите, в издании книг царя Соломона, то он получает мудрость. Царь Соломон был мудрейший из людей. И тот, кто изучает и распространяет мудрость царя Соломона, становится таким же мудрый, как он. Может, уже мудрость даст тебе 700 жен, богатство, ну и все остальное, что прилагается к мудрости. Все, удачи и успехов, всем хорошего дня, до завтра. Счастливо. Счастливо. Счастливо.